При входе на избирательный участок теперь уже привычная процедура измерения температуры тела. Оксана Пушкина хоть и переболела коронавирусом не исключение. Выдачу бюллетеня депутату Госдумы придется немного подождать на безопасном расстоянии не менее полутора метров. Несмотря на утренний час избиратели активны. Показываем паспорт. Здравствуйте. Здравствуйте. Открываем паспорт. Да или нет, выбор, стоящий перед избирателями, только кажется простым. Оксана Пушкина уверена, у представителей государственной власти не должно быть двойного гражданства. Эту поправку парламентарий считает одной из важнейших. Что касается меня, я сразу же, когда был знаком, этот принят в 2006, потом в 2014 и 2016 были изменения. Я сразу же все поздавала. И не только я, но и мои коллеги законопослушные. Но я считаю, что конституционально эта норма должна быть закреплена. В Одинцовском округе открыт 231 избирательный участок. Голосование стартовало 25 июня. Я активный гражданин, я депутат, я в системе. Поэтому я вообще считаю, что это принципиально важно. Потому что за или против, как хотите, как сердце вам подскажет, да, и как вы видите будущее нашей страны. Но это очень важно. Это статистический опрос, если хотите. И вы в нем обязаны принять участие. Основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации 1 июля. В этот день избирательные участки, как и раньше, будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.